Вы слушаете канал GH.Club – Мировая торговля в XIII веке. В XIII веке с Дальнего Востока в Европу поступало поразительное количество пряностей и шелка. Точные суммы неизвестны, но популярность специй как в кухне, так и в медицине достигла своего исторического пика в средние века в Европе. Специи и шелк – известный эксперт по средневековой гастрономии Пол Фридман говорит нам, что «специи были вездесущими в средневековой гастрономии» и «что-то порядка 75% средневековых рецептов включает специи». Исторические записи заполнены ссылками на обильное использование специй среди богатых в средневековой Европе. Когда Вильгельм I шотландский, 1165-12-14, посетил Ричарда I английского, 1189-1199, в 1194 году, он получил среди других подарков ежедневное выделение 4 фунтов, 1800 год, корицы и 2 фунтов, 900 грамм, перца, безусловно, больше, чем он мог потреблять в день. Минога – популярная еда в английском средневековом замке была намазана перечным соусом. История гласит, что король Англии Генрих I, 1111-135, был убит в 1135 году, потребляя огромную миногу, намазанную перцем, вполне вероятно, что причиной смерти было пищевое отравление. Соус, поданный на праздник святого Эдуарда в 1264 году, был приготовлен из 15 фунтов корицы, 12 фунтов тмины и 20 фунтов перца. Азиатские специи также играли ключевую роль в средневековой медицине. Их целебные и полезные свойства были высоко оценены врачами и массами, как бедными, так и богатыми. Местные растения также были включены в европейские медицинские тексты. Но пациенты продолжали предпочитать азиатские специи, если они могли себе их позволить. Лекарства, описанные в травах и медицинских текстах Средневековья, почти все состояли из азиатских специй. Широко распространено мнение, что специи должны быть более сильными лекарствами, если они пришли из далекого «рая». К Средневековью шелк с Востока также стал играть центральную роль в жизни европейской аристократии. Как сказал Вагнер, все и все, кого она касалась, сразу становились выдающимися. Шелк, накинутый на алтари или шалковые занавески, отделяли пространство внутри церкви или дворца. Начиная с Виа и VII веков в Западной Европе мощи святых были завернуты в шелк, хранились и выставлялись в сложных металлических изделиях и украшенных драгоценными камнями реликвариях. На протяжении сотен лет, качество шелка роскоши, универсальности и дефицита увековечили его статус ценного материала. Свечение и мягкость ткани всегда впечатляли тех, кто видел или чувствовал ее. Как товар, шелк считался порой более ценным, чем золото. Торговые пути специи и шелк, которые нашли свой путь в средневековую Европу, прошли невероятное расстояние. В XIII веке существовала обширная всемирная торговая система, которая простиралась от восточного побережья Китая до Западной Европы, как по морю, так и по суше. Центральный регион был сухопутным мостом между западным Средиземноморьем порты, восточные выходы в Индийский океан и центрально-азиатские сухопутные пути в Китай. Через Центральную Азию велись три великих пути, два контролировались Арабским миром и проходили через Красное море и Персидский залив, а другой – через Византийскую империю, которая имела доступ к сухопутным путям через Азию. К востоку от Центрального региона находился Индийский океан, где арабские торговцы контролировали доступ в Индию, а также индуизированный Малакский пролив, который был посредником для Китая. Сухопутная торговля с Константинополем шла через Монгольский Китай, через Персию, Ливанти и Малую Азию. Основной торговый путь между Индийским океаном и Средиземным морем проходил от Ба-Пальмандаба, расположенного на южной оконечности Красного моря, до Джидды – морского порта Мекки, где товары перемещались на судах, которые двигались на север против преобладающих ветров, или в караванах, следовавших по паломническому маршруту Мекки, Хиджас в Египет и Ливант. Средневековый торговец с пряностями. Фото www.worldhistory.org Портал Персидского залива в торговлю Индийского океана находился в Вармузе, который долгое время служил жизненно важным связующим звеном между Персидским миром и Индийским океаном. Во время своего визита в Вармуз в 1272 году Марко Поло писал, «И я могу сказать вам, что купцы приезжают сюда на кораблях из всех частей Индии, привозя всевозможные специи, драгоценные камни и жемчуг, шалковые и золотые ткани, слоновьи бивни и многие другие товары. В этом городе они продают эти товары другим торговцам, которые затем распространяют их по всему миру, продавая их в свою очередь другим. Государство крестоносцев на протяжении веков христиане упорно держали». Продолжение истории читайте на сайте жаж.клаб.